Полупустые улицы и ни одного уцелевшего здания. Это Покровский район, который находится в 16 километрах от линии фронта. Местные жители постоянно подвергаются опасности из-за круглосуточных обстрелов. Елена проживает в поселке Шевченко. Ее квартира повреждена из-за очередной атаки оккупантов. Стены даже в комнате поваливались полностью. Крыша, жифера нет на крыше. В подъезде мы уже три раза забивали окна в подъезде. Но все равно выбивает и выбивает. Елена говорит, артиллерийская канонада не стихает ни на минуту. Люди, проживающие по соседству, помогают пенсионерке ликвидировать последствия обстрела. Женщина показывает, в каких условиях проживает. Да, у нас две печки в доме. У нас для себя делали на грубу и на кухню. У нас две топки. Ну, мы топили все время одну топку, грубу, ну, чипечку. И нам хватало, потому что было все утеплено. Я вот даже осколки не могла вытянуть, потому что мы хорошо уплотняли окна, чтобы не дуло ничего. Там уже забил, да? Да. Несмотря на все трудности, в регионе все еще остаются люди. Они отказываются покидать свои дома. 71-летний Виктор – житель Лимана. Вражеский снаряд прилетел в его многоэтажный дом. Мужчина вместе с супругой чудом не пострадали. Во время обстрела они находились в подвале. Подвал, он уже оборудован. В городе уже давно нет газа и воды. Электричество иногда включают. Пенсионер говорит, за годы войны на Донбассе уже привык к сложным условиям. Там шторы позавешены, все завешено. Печка есть, обогреватель, все есть. Короче говоря, два вентилятора, две печки. Если выключат электричество, будем дровами топить. Полезу на пятый этаж, растопим печку. У нас печка на пятом этаже. Хорошо натопишь, красота. Супруга Виктора, Валентина, говорит, чтобы приготовить обед, приходится рисковать жизнью и выходить из укрытия. Женщина понимает, что выжить зимой будет сложно, но выезжать пока не собирается. У нас есть обогреватель, вон он стоит. Да, зимой, конечно, если вот так будет, мы же замерзнем здесь. Здесь стоит буржуйка, но что она нагреет? Людей в очередной раз призывают эвакуироваться. Оставаться в прифронтовых городах и селах очень опасно.